Программа о том, как сделать жизнь комфортной, а сферу ЖКХ понятной и доступной. Вы смотрите «Ты собственник» в студии Александр Гришаков. Здравствуйте! Трава у дома. Это не стерня, не дернина, то есть по нему и детям приятно ходить. Эксперты советуют не стричь газон. Стричь или не стричь? Вот в чем вопрос. Управляющие компании Тюмени уже проходят дворы с газонокосилками. А как иначе? За разросшийся газон квартальные вполне могут наказать. В прошлом году оштрафовали 6 фирм на 66 тысяч рублей. И это только в Ленинском округе. В этом году уже 4 дела на сумму 80 тысяч рублей. Однако у стрижки немало противников. Какую альтернативу предлагают экологи, расскажем в сюжете. Светлана Рухлова 52 года лечила людей. После выхода на пенсию врач-офтальмолог увлеклась экологией и эстетикой. Уверена, обычная трава не только глаз радует, но и жизнь продлевает. Газонная трава обеспечивает очистку воздуха, в первую очередь, от автомобильных выхлопов. Причем на каком уровне? Вот тут, где дети, внизу. И один квадрат полноценного газона работает как взрослое дерево. Каждый год в школьном сквере выпиливают около десятка погибших деревьев. Соснам здесь мало влаги. Чтобы сохранить этот зеленый уголок, у права Ленинского округа решила создать луговой газон. Обычная трава удерживает влагу в почве. Усилий и средств много не потребуется. Лишь посеять семена на проплешинах и тропинках. Обыкновенный газон, где мы все видим, что сбривается триммерами на высоту 3-5 сантиметров. Он летом получается уже выгоревший, вот эти проплешины, неприглядное состояние. А вот луговой газон, который у нас формировался в сквере школьном, это ни стерня, ни дернина. То есть по нему и детям приятно ходить. Видов газонов множество. Чаще всего под этим названием горожане представляют классический или партерный. Это специальная трава, требующая длительного ухода. А каждый день тюменцы сталкиваются с садово-парковым газоном. Его сейчас косят в скверах и вдоль дорог. Луговой особо косить не нужно, только сорняки удалять. Есть еще мавританский. Это тот же луговой, в который досаживают многолетние цветущие растения. Луговой газон не только экологически чистый, но и экономически выгодный. Если классический английский газон нужно скашивать хотя бы раз в неделю, то этот требует ухода всего один раз за сезон. Школьный сквер пользуется популярностью у местных жителей. Однако тюменцы пока не догадываются, что трава под деревьями – это луговой газон. Я с внучкой гуляю постоянно здесь. Свежо, чисто, детей много, вообще-не-обще, развлечения здесь есть. Подобный газон может появиться еще в сквере мужества, но там деревья слишком низкие. А здесь в школьном идеальные условия. Кстати, стрижку первого лугового газона назначили на сентябрь. А сейчас немного цифр. В Тюмени почти 1800 озелененных территорий. Это парки, скверы, небольшие сады и, конечно, газоны. Они занимают площадь в 10 тысяч квадратных метров. Сравните. В восточном округе территорий, захваченных деревьями, немного. И две трети зеленых участков – это как раз газон. Самыми экологичными можно считать Калининский и Ленинский округа. В них примерно одинаковая площадь озелененных территорий. В первом количество газонов на сотню больше. Из полутора тысяч квадратов центрального округа низкой травой засеяна половина. В статистику попадают не только пространства без деревьев, но и земли вдоль улиц. А теперь интересный вопрос. Газон, который во дворе чисто теоретически можно переименовать в луговой и не косить по три раза. Сплошная экономия. Так можно так или нет? Переименовать, конечно, можно, если вы хотите. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Дело в том, что есть придомовая территория, которую вы должны обслуживать. И газоны, они хоть как называются, луговой, просто газон или просто трава, где отдыхают люди. Его нужно косить согласно правилам благоустройства. 8 сантиметров травка должна быть выросла. Опять бывает за сезон два раза косишь, бывает три. Сколько копеек из жилищного тарифа тратится на содержание газона, ни одна управляющая компания не скажет. Более того, растет трава у всех по-разному, поэтому сметы на каждый дом индивидуальные. Следите за своим имуществом, ведь только от нас зависит, в каких условиях мы будем жить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин